Девушки отдыхают Ну все, так, Соня поздоровалась, рукой помахала, все ладно, твое время еще не пришло, вот эти мошки мы уже садоводы делаем, когда-нибудь, ребята, может быть в следующий раз я посвящу отдельную передачу именно для детей, потому что мне почему-то кажется, что у нас это лучше получается, чем у образования, у министерства. Так, Тимофей Николаевич, вот сюда ближе тебя не видно, вот он ты, да, свет выключаю, а то бардак разгромили квартиру. Значит, дело в общем, Тимош, ты мне разрешил показать вот это вот, нет, не это, так, сейчас, сейчас, а сейчас скажу, что это, я думаю, что это очень важно и интересно. Вот, ну где-то у меня тут, ага, так, значит, вспоминай, ты стеснялся, отказывался несколько месяцев. Что я тебе в конце концов сказал? Я тебе сказал, что может быть нам удастся спасти не одну детскую жизнь, потому что мы не просто тренируемся, не просто закаляемся, а особенно. Ну, узнаешь? Да. Это ты? Угу. Ты где сегодня был? Ну-ка, колись. В клубе маршей. Громче. В клубе маршей. Купался? Да. Так, мы тебя страховали втроем, знаешь об этом? Не заметил? Кто? Ну, когда ты залез в Венесей? Кто еще трое? А еще двое взрослых. Ну, ладно, итак, внимание, моя фотогалерея, ой, не в ту сторону, моя фотогалерея. Дело в том, что приучайте детей и страхуйте детей. Смотрите, как, что такое настоящая страховка. Вот. И стесняться этого не надо. Мы с тобой показываем пример для подражания. Трое против одного. Сколько у тебя, братьев, сестренок? Ну, вот все. Ладно, возвращаемся к нашим этим проблемам. Тимоша, ты свободен. Дай 100 рублей. 100 рублей. Потом. Колька. Ладно. Так, воспитываем, воспитываем. А рынок берет... ... ... ... ... Продолжение следует...